Да, деньги закончились, хайп на пацанках закончился. У тебя мама заболела раком, и тебе нужны были деньги. После пацанок 30 тысяч рублей на карте, я радуюсь. Я знаю, что ты работала в Эвкамщице. Это повод гордиться, повод гордиться. Тебе было 12 лет, ты вот первый раз подверглась именно насилию. Я горжусь своим ножом. Мне сложно признавать, что я в чём-то не идеальна, но я... я слабая. Мама всегда меня видела либо прокурором, либо следователем. Я училась в БФУ, факультет юриспруденции. Ты человек с образованием, давай, хватит уже. Моя работа очень финансово помогает, потому что у мамы рак. Да? Да. Я тоже видела. Наша форма леди напоминает форму японских школьниц. Я очень сексуально себя в ней чувствую. Всем привет, друзья! Меня зовут Ники Макалин, и сегодня к себе в гости на канал я пригласила Наташу Гончарова. Привет! Привет! Я сижу, думаю, ой, представляю, это круто. И сегодня я хочу с тобой обсудить очень много разных тем. Комплексы, любовь к себе, саморазвитие. Как ты на это смотришь? Да я только за. Я открыта ко всему, даже к самым неудобным вопросам. Это очень классно, на самом деле. И я, когда смотрела за твоим инстаграмом, ну, то есть я подписала их на тебя, кстати, после того, как мы с тобой познакомились. Шпионка. Да. И наблюдала, и у меня всегда твой инстаграм вызывает, вот, знаешь, вот просто челюсть у меня падает. Я такая думаю, вау! То есть вот именно в таком формате. А почему я, кстати, запомнила тебя не потому, что ты участвовала в шоу «Пацанки», а потому что, когда мы с тобой познакомились, я смотрю, такая яркая, эффектная девушка подходит ко мне, ты такая, вау, я тебя смотрела ещё до того, как стало популярно. А я думаю, а я же не смотрю вообще, в принципе. Ты кто? Нет, на самом деле, я до сих пор помню этот день. Это, по-моему, вечеринка была в «Бьюти Бомб». Я вижу тебя, и я реально, то есть до своей популярности, ещё когда была подростком, я смотрела твой ютуб-канал, вот эти все распаковочки. Я такая, так, я знаю теперь, что брать из фикс прайса, а что не брать, потому что, ну, это нереально классная рубрика. Сейчас я с таким же увлечением смотрю твою новую рубрику про визажистов. Ну, я вот как тебя смотрела с восхищением, и даже потом, хотя, когда мы встретились, у меня был прям пик популярности, вот прям вау, там, било все рекорды, но для меня никогда не было чем-то, знаешь, там, постыдным или наоборот признаться, что, блин, я вижу крутую блогершу, и, ну, к ней подойти. Я такая на тебя смотрю, думаю, такая классная девчонка, кто ты? Мне нужно знать. Почему я не знала? Потому что я вообще, в принципе, не знаешь, очень далека от каких-то телевизионных шоу, у меня на тот момент даже не было телевизора в квартире, да, то есть у меня был какой-то период бзик такой, что вот я принципиально никаких телевизоров в доме, потому что я считала зомбо-ящик и все. Потом я купила, чтобы там ютуб смотреть. Да, я тоже, и подписочки всякие, да. Я не сказала, как тебя зовут, я такая думала, как, как найти? Ты не спрашивала? Такая, не за что. Да, серьезно? Да, ты такая, ну, не за что, но я понимаю, как бы, ну, непонятно, кто к тебе подходит, а я так обрадовалась в тот момент, что ты такая, не за что, спасибо, полупалась мне. Я так со стороны в видео? Ну, такая, типа, не за что. Я думаю, ну, ладно, я эмоции испытала, это самое главное. А я такая, знаешь, такая думаю, блин, какая-то крутая девчонка подошла, и я такая, блин, а что сказать-то? А что говорить? Да, да. И такая загуглила, значит, тебя в инстаграме, вот. А как ты гуглила? По внешности? По отметкам? Нет. Так, немножко полненькая в пирсингах с татуировками, и просто тебе гугл выдаёт абсолютно всех. И я наблюдала, вот, сколько за тобой, читаю там твои посты, и я смотрю, мне откликается то, что ты пишешь, да, вот тут про то же самое, допустим, отношение к своему телу, там, про отношение к хейту. О, очень вкусная тема. Ну, с учётом того, если, да, обратиться к истокам, хейт в моей жизни был всегда, ну, так называемый буллинг, буллинг в школе, там, в садике, потому что какая-то не такая, выделялась, полненькая, приезжая, то есть я часто с этим сталкивалась, и поэтому для меня, не могу сказать, что это стало нормой, потому что в школе я за эту морду била, как бы, да. Потом, да, я возмужала и такая, начала хейтерам давать отпор, а потом я столкнулась вот с кибербуллингом, и мне как-то было спокойней на это всё реагировать, потому что, ну, материться нельзя, да? Можно, почему нельзя? Потому что я понимаю, что я пиздатая, и то, что я делаю, я это делаю с любовью, а это уже, ну, плюс, плюс сто к твоей охуенности, хотя хороших комментариев намного больше, и их я стараюсь больше замечать. Хейт, да, это не то чтобы налог, это, знаете, я считаю, что мы несем такую некую прям святую ношу, потому что, если бы не мы, куда всем несчастным людям сливать негатив? Вот куда? На своих близких? Да, господи, пусть вот он дома не ссорится, напишет мне в комментарии какашку, успокоится, и, не знаю, пойдёт там поцелует свою жену, я так на это смотрю. То есть мы, блогеры, по сути, делаем благое дело? Конечно. Сохраняем браки. Реально, и уменьшаем домашнее насилие. Слушай, а давай для моей аудитории расскажем вот буквально в двух предложениях, как ты стала популярной, потому что когда ты ко мне подошла, первое, что ты сказала, я тебя смотрела до того, как ты стала популярной, то есть, понятно, шоу пацанки, далее твоя карьера блогера, вот расскажи вкратце, как ты до этого дошла, для тех, кто из моих зрителей, может быть, не в курсе, кто такая Наташа. Ну, моя популярность началась с того, что я участница пятого сезона на телеканале Пятница, проект Пацанки, после, мне безумно всегда хотелось оставить после себя след, потому что, ну, мне было кем вдохновляться, и я начала заниматься блогерством неумело, помню вообще абсолютно ничего неумело, не знала, как все это делается, но моя история, в принципе, началась с ТикТока, то есть, я залетела в ТикТок, начала снимать, начала делать, и потом вот переключилась на Инстаграм, и вот сейчас из просто блогера я доросла до эксперта, до человека, который обучает людей, как монтировать, как создавать ролики, как, да, элементарно даже, как создавать правильно профиль, чтобы он был вкусный, продаваемый и вообще классный. А вот ты сказала, залетела в ТикТок, то есть, это у тебя в какой период времени произошло? В ТикТоке я была до, но у меня там такие ролики были, господи, спасибо, переходы не, не слышали, ну, что-то там пыталась, пыжилась, но они еще такие немножко были с эротическим уклоном, потому что у меня прошлое немножко такое интересного характера. Мы еще поговорим. Да, я знала. И вот я вышла с пацанок, у меня было 50 тысяч, и я вот за вот эти два года выросла почти вот до двух миллионов, у меня 1,6 сейчас, и, в принципе, продолжаю снимать там, ну, в неделю, ну, 2-3 ролика выложить. А дохода у тебя, получается, с ТикТока сейчас нет, что ты его дорастила почти до двух лямов, и вот так вот спокойно, то есть, сократила количество контента? У меня раньше доход был там на рекламах, на рекламных интеграциях, но, честно, я особо никогда в ТикТоке не зарабатывала. Слушай, про твою прошлую жизнь ты очень много сейчас вот пока рассказывала, упоминала про темное какое-то прошлое или еще что-то. Вот я знаю, что ты работала в Эпкамщице, массаж эротический делал мужской. Ну, и женский, я и женщинам делала тоже. Женский тоже бывает? Да, да. У женщин тоже делала. То есть, я знаю, что ты пришла в эту работу, потому что у тебя были определенные сложности, то есть, у тебя мама заболела раком, и тебе нужны были деньги. Да. Почему я об этом упоминаю? Потому что это все равно остается, да, моим каким-то больным прошлым, но и с другой стороны, это точка вот невозврата, которая меня перекинула на несколько шагов вперед. То есть, я горжусь своим прошлым, но не каждый вообще, в принципе, рискнет там ради семьи и ради зарабатывания денег на супер кардинальные меры. Ну, да, я выбрала вот этот путь, но при этом я из него выбралась, и поэтому, ну, это повод гордиться, повод гордиться. Абсолютно с тобой согласна. Вот расскажи, пожалуйста, ты туда же пошла осознанно, то есть, у тебя выбор был какой-то, чтобы пойти туда, либо же выбрать что-то другое, либо у тебя не было выбора, ты просто вот знала, что там есть деньги, и мне нужно идти туда. Ну, не забываем, что я жила все-таки в Калининграде, это не Москва, то есть, в Москве, в принципе, официантам можно нехилые деньги заработать, если еще пойти, например, в какой-то крутой ресторан работать, или в какую-нибудь кальяную, то есть, Москва это город возможностей. Там все-таки маленький город, и средняя зарплата, ну, дай бог, 25 тысяч рублей, а деньги нужны были срочно. Большая сумма нужна была? Ну, там порядка 300 тысяч, не считая два дня госпитализации, и не считая поездки, то есть, да, у меня была своя машина, но, опять же, все равно там бензин, не бензин, проживание, проживание в отеле, пока маму оперировали. Ну, и я такая думаю, блин, надо что-то решать, и в момент, вот это просто, в момент, когда я, меня уволили с прокуратуры, я думаю, блин, чем мне заняться, что мне сделать, как быть, мне ВКонтакте, в любимом ВКонтакте высвечивается реклама, требуются красивые девушки для интересной, не пыльной работы, я думаю, ну, схожу, я сходила, я охерела, когда первый раз туда пришла какой-то подвал, полголой девки, я думаю, ёпа, мама, ну, и администратор меня нахвалила, что такая классная, у нас никогда не было плюсась, типа, девочки в массажке, все такое. То есть это не вебкам, а именно массаж? Сначала массажка была, да, а потом, чтобы ещё быстрее заработать, я подключила и вебкам. Ой, это было ужасно, да, это было сознательно, но, вот, кстати, из-за того, что это было сознательно, я себя местами ненавидела, когда, да, вот один мужчина придёт, второй мужчина придёт, ты в этот момент ощущаешь свою ничтожность и беспомощность, и, кстати, именно в этот период, вот у меня начались, так скажем, проблемы с веществами, потому что... А сколько лет тебе было? Мне было, ну, где-то 21 или 22, потому что в 24 я, ну, там, да, где-то в год я где-то там работала. То есть это на нервной почве ты имеешь в виду? Усталость, ужасный образ жизни вообще, в принципе, но и как-то вот окружение, окружение оно употребляло, и меня тоже эта волна подхватила. Окружение, которое коллеги твои или же клиенты? Да, да, коллеги. Ну, с клиентами было святое правило, никогда ничего не употреблять, потому что мало ли что. А коллеги, да, коллеги. А как вообще этот формат, не знаю, сферы услуг работает, то есть мужик приходит? Мужик приходит, его встречает администратор, здравствуйте там, чего вы хотели, он листает меню, то есть мы были как, знаешь, как стейки, меню, смотрит наши фотки, либо на сайте определяется с этим, и выбирает девочку, с которой он бы хотел провести программу. Программы были вообще абсолютно разные, начиная там просто от скоростной 30 минут, там массаж тыр-тыр побежал, вот, заканчивая там 3,5 часа ты с ним в джакузи, еще стриптизом утанцуешь, ну, я обычно мужиков забалтывала, они еще продлевались, они набухивались, а я потом, он пьяный спит, а я сижу, кайфую, думаю, ой, хорошо. А чаевые, то есть они оставляют, или как это, они же оплачивают на кассе? Оставляют чаевые, конечно, ну, на кассе, да, но чаевые шли нам. То есть администрация, там проценты никакие там с чаевых не брали? С чаевых нет, а так 50 на 50 в салоне обычно работают, но это до хера. И сколько, самая большая там сумма чаевых? 70 тысяч за ночь, для Калининграда это хуу. Это вау? Это вау, да, ну, бедолага мужик, в итоге я его потом, кстати, в такси увидела. А, в смысле, он таксистом работал? Он обанкротился и стал таксистом. А кем был он тогда до этого? Какой-то предприниматель, ну, он так говорил, по крайней мере, ну, у таксиста нет таких денег. И ты, короче, села к нему в такси и увидела. А я потом, да, уже потом, уже, это было буквально в том году, на Новый год, я узнаю этого гостя, потому что я с ним почти сутки провела. Ну, я и других девочек звала, подключала, то есть, чтобы деньги вообще по всему салону летели. Я его узнаю, такая, боже, но он меня не узнал, я уже все другая. Как это не узнал? Ну, я все, я брюнетка, там, выгляжу по-другому. Я думаю, ой-ой-ой-ой. А ты не боялась о том, что вот, не знаю, там, твои фотки на сайте расположены, там, меню, кто-то придет из знакомых, или там какой-нибудь дальний родственник, клиент там придет, ну, то есть, абсолютно разные же ситуации могут быть. Ну, единственное, я переживала, что может узнать отец, потому что он не знал, он до сих пор считает, что я это все выдумала, типа, да это все это для шоу выдумала, это все херня. Ну, мужчинам свойственно закрывать глаза на существующие проблемы и делать вид, что он слепой, глухой и немой. Мама знала, потом, как бы, да, брат... Там, постфактум уже узнал. Ну, попозже чуть-чуть, я немножко скрывала, такая, я администратор, администратор, ну, я пиздела, откровенно говоря, потому что не каждая вот так с пантологией в этом признается. Брат знал, вот, мама и брат. А так, в целом, у меня было ощущение внутреннее, что меня ничего не держит, ни в Калининграде, ни как-то вообще, наверное, не во всем мире, и я не парилась. Слушай, а было такое у тебя, знаешь, вот ощущение потока? Один, второй, третий, ты особо-то и не помнишь, кто это там, что происходило? Или ты прям всех... Не, не всех помню, наверное, самых трешовых и самых добрых, вот. Но ощущение потока, да. Ощущение грязности своего тела, вот, что я четко помню. О грязности их тела было? Мы их мыли. Идешь как бы в душ, моешься, но просто сам факт, я сама по себе человек такая, очень ранимая, верная, я очень люблю, да, вот эту любовь, романтику. И для меня, конечно, по первости, я вообще с ума сходила от того, что приходилось делать, что я видела, какие все-таки есть разратные мужики, что они творят, как им звонят жены. Вот расскажу смешную историю, вот ты спросила, кого я помню. Был у меня дед один, постоянник, он очень старый, но ему, ну, не странно, дед лет 75. Он приходил, я ему просто набирала джакузи, он в нее садился и просил, чтобы я ему пела, а он там стихи мне читал, и один раз, ну, он ничего, он ничего абсолютно не хотел, не мог, он просто сидел в джакузи, жабка такая сидит, греется, читает мне стихи, я ему чем спою, и ему как-то звонит жена, он такой, я тут в спаре, недалеко, она, я у спара, я понимаю, что это, ну, это соседнее здание, он такой, да я скоро буду, скоро буду, что ты орешь, бабка? Я думаю, боже, дед, ты куда лезешь, дед? А он еще просил мне обязательно всегда чулки надевать, надевай чулки, пожалуйста. Такие вот, странных было очень много. А есть вот, ну, не знаю, у тебя какие-то личные предпочтения, там, может быть, или у тебя не было права выбора, типа, я его могу обслужить, а вот того не могу? Правила, как бы, таких бы не было, я могла отказаться от программы, но это потеря денег. И постояшки? А постояшки, ну, постояшки они и постояшки, ты их уже знаешь. Как уже родные, да? Типа, роднулька придет, сейчас стихи почитает, или, о, а с этим будет Родео Драйв. А девчонкам, ты говорила, тоже делала массаж? Да, да, и женщины приходили на программу, такие взрослые. Уже именно женщины приходят, ну, типа, какой контингент? Ну, сложно, когда они голышом определить контингент. А ты что, лица их не видишь, или как? Ну, а, типа, ты имеешь в виду, по девушке, да, да, типа, ну, как-то странно, и когда к тебе гость заходит, в принципе, он уже сразу раздевается, ты его в душ отправляешь. Слушай, а как вот эти вот первые моменты, первые секунды, когда вот тебе приходит новый клиент? То есть вот это вот чувство неловкости. Клиент у женщин по вызову, у нас гости, вот так всегда говорили, да, гости. А, гости, прошу прощения. Я просто как капризный клиент всех салонов красоты, это точно. А предлагали, типа, продолжение там и так далее? Ой, это вообще больная тема, потому что, ну, насколько я знаю, что в Москве есть салоны, где можно продолжение, и девочек прям покупают, то есть откровенно. У нас это был запрет, нас за это увольняли, на моём счету двух девочек прям спалили, уволили за это. А они там это делали? Да, в салоне, в салоне. То есть есть такая штука, как выезд мастера, но она была очень дорогой, и, ну, на моей памяти пару раз её, типа, брали. Ну, типа, сколько она стоит дорогой? Ой, там порядка для Калининграда чуть ли не ста тысяч, ты платишь салону, что девочка, типа, уезжает с тобой на ночь. Вот, но опять же, вот у меня подружка уезжала, она говорит, да ничего мы не делали, господи, он напился, спал, я сидела, телевизор смотрела, потом уехала вообще домой, то есть тут индивидуально. В итоге сколько ты заработала, вот пока ты работала в этом салоне эротического массажа? Да я до хера заработала, я до сих пор иногда приезжаю, что-нибудь из сейфа достаю. У тебя до сих пор есть моначка с того периода? Да, ну я же и параллельно сейчас зарабатываю, да, как новая, новая человека, и просто вот иногда, да, ну, я её там храню, храню, надо, мама возьмёт, надо, я возьму. Ну, за смену сколько там, допустим, выходило, я не знаю. Всегда по-разному, вот могло выйти пять тысяч, могло выйти там двадцать за смену, ну, вот всегда по-разному. Ну, ты закрыла свою вот эту цель, заработать деньги на операцию Мэми? Да, я заработала, мы всё сделали, и меня не отпускало. Ну, я не смогла прекратить работать. Тебя не отпускало, потому что там были деньги? Затянула, просто затянула. Вообще, в принципе, аморальный образ жизни, он очень быстро затягивает. То есть есть такая, да, фраза, что к хорошему быстро привыкаешь, но и к плохому тоже. И меня как-то затянуло, и я такая, ну, вроде же всё нормально, но потом в какой-то момент, да, если плавно переходить к периоду, когда я поняла, что хватит, я лежу, листаю что-то инстаграм, я под веществами, и я понимаю, что, чёрт, блядь, я пою, я очень артистичная, я человек с высшим юридическим образованием, бакалавр-магистратура, я красивая. Какого чёрта я трачу свою жизнь на эту херню? И мне высвечивается реклама, если ты считаешь себя пацанкой, пиши заявку. И на тот момент не только, да, ситуация меня вынудила, но и стратегически я понимала, что медийка для меня, как для творческого человека, это нереально круто. И если ещё это мне поможет избавиться, да, от зависимости, от того окружения, которое меня окружало на тот момент. Плюс, ну, медийность, да, приобретённая от телепроекта, я изменю свою жизнь. Но ты же не знала, что тебя выберут, то есть ты когда увидела эту рекламу, ты не знала? Чёрт возьми интуиция, я не знаю, когда пандемия же началась, и у нас онлайн были созвоны, я тебе клянусь, я знала, что я пройду. Какой билет выбрать, в общем, когда будете в следующий раз лотерей покупать, обращайтесь с Наташей. Реально, я знала, что я пройду, потому что, ну, если подумать логически, у них всегда были пухляшки, которые смешнявки, а тут нифига себе королева, она и пухленькая, и сексуальная, и горячая, и история нетипичная. А что, если вот вообще не выбрали бы тебя, ну, вот так могло случиться? То есть ты бы продолжила что-нибудь? Я даже не знаю, даже думать, наверное, об этом не хочу, потому что всё могло быть. Может быть, я бы... Кстати, очень много тиктоков на тему, что вебкамщицы очень легко работать, там лёгкие деньги, там их много и так далее. То есть ты согласна? Но при этом я хочу сказать, что работу блогера тоже в большинстве случаев обесценивают. Ну, сейчас, слава богу, меняется. Меняется, но медленно. Медленно, да, но вот я там говорю, ну, я вёбываюсь, я говорю, я инфлюенсер. Ну, мне кажется, все так говорят, да. Ну, кто, да, немножко, я их называю, люди за пределами этого мира. Чё, блядь, кто? Я инфлюенсер. И типа, если сравнить вот работу блогера, работу... Вот ты сейчас работаешь именно блогером, в полной мере, мне кажется, этого слова, ты и свои продукты какие-то запускаешь, и контент регулярно снимаешь. Инфлюенсер. Да. Съёмки там и так далее. И работу вебкамщицы и массажистки. То есть... Ну, это всё разный труд. То есть это всё разный труд, но у них есть единственная, наверное, нить, что это всё психологически тяжело. Ну, мне кажется, как и любая работа. Ну, вот ты сказала про то, что обесценивают там вебкамщицы роликами с ТикТока, обесценивают, потому что это рабский труд. Ты работаешь, обязательно у тебя есть менеджер, ещё тысячу человек, которым надо заплатить. Это аренда помещения, где ты работаешь. Там кто-то же ещё с персональными менеджерами там крутится. Это выполнять хотелки этих извращенцев, которые тебе за копейки просто там всякие задания дают. Это ужастик. Я знаю на сайте, как поглядывала просто, некоторых девочек, которые как бы там работают. И вот она просто сядет, сидит, ей донатят, потому что она просто красотка. Ну, типа, нет, это круто. Вот это да, вот это значит, что я считаю, у неё нет особо работы. Вот она села, там, Тити вывалила такая в одежде, причём, или сидит, играет в какую-нибудь игру, из серии, как стрима, только это на вебкаме, и ей донатят. То есть, ну, это круто, это талант. А всё остальное, кому так не получается делать, это, конечно, это труд, это адский труд. А что там приходится делать, на стримке играть? Ну, ты сама себе, в принципе, составляешь прайс. У меня очень популярно это было тверк, и вот прям постоянно просили тверкать, и, ну, намазывать ноги кремом. Ну, это футфетишисты, всё такое. Ну да, ты специально там ходила, я не знаю, на танцы, чтобы научиться лучше тверкать, чтобы повысить прайс. Я на тверк ходила вообще давно ещё до того, что, в плане, как бы, вообще даже не думала, что поводу на вебкам. Когда жопа есть, ну, она сама трясётся, там, как бы, учиться тому. А почему ты вообще решила, то есть, опять же таки, как ты приняла решение, чтобы пойти вот именно в вебкам? То есть, это же где-то ты увидела рекламу, опять же? Нет, это же у тебя реклама. Маркетинг, довёл её. Да нет, у меня, я ходила на танцы, на стрип-пластику, и девочка, которая меня тренировала, говорит, я хочу открыть студию вебкама. Не хочешь? Я такая, а сколько она? Ну, там плюс-минус, типа, можно 20 тысяч заработать, можно, там, 100, можно 200, всё зависит. За сутки или сколько там? За месяц, за сутки, там вообще, короче, вот как изъебываешься, вот только зарабатываешь. Я такая, ну, давай попробуем. И всё. Да, то есть, ну, вся моя жизнь, это какая-то, знаешь, такая череда клонских событий, но, вот. А считаешь ли ты, что всё, что с тобой происходит, это опыт, и он бесценный? Опыт, это очень важно, абсолютно во всём. А где больше денег? Вебкам, массаж, блоггинг, медийка, то есть, или там вообще ничего не платили? Так блоггинг и медийка, это же, ну, абсолютно одно и тоже. Да, я, наверное, скорее имела в виду именно какие-то программы, которые выходят на телеке. На телеке почти всё бесплатно, я вас умоляю. То есть, если только тебя, как бы, зовут, вот я, когда была интервьюером для 5-6 сезона, мне заплатили. Не, в 5-м сезоне не заплатили, в 6-м заплатили. То есть, а когда это просто, ну, типа, мы хотели бы вас видеть, чаще всего это просто вот обмен, да, пиаром. Ты на них работаешь, они тебя, вот, показывают. Конечно, в блогерстве больше денег, но работы тоже немало, то есть, абсолютно не обесцениваю. Вообще, это несравнивые вещи, типа, вебкам, что-то, да, вот это такое, как бы, ну, будем называть это порной индустрией, в принципе. И блогинг, в принципе, мы занимаемся точно такой же порнухой, только в одежде и более клишированной, да, такой, в кавычках, вот эта порнуха. Потому что есть же разные блогеры, вот и трэш-блогеры, это вообще, я считаю, уж лучше порно посмотреть, чем трэш-блогеров. А какие трэш-блогеры, потому что, ну, Юлия Финин, Фининс, или как вот, которая наркоманка. Меня пугают вот такие контенты, не знаю, они у меня вызывают тревожность. Ну, вот смотри, очень интересно, да, как бы казалась вот эта вот тема массажа, там, эротического, вебкам и так далее, то есть, это тоже можно отнести к какому-то, я не знаю, разряду трэш-контента. Ну, да, но если это транслировать, я-то это не транслировала на тот момент. При этом у тебя удалось уйти от этого полностью в своем блоге, как вот тебе это удалось, скажем так, выстроить свое позиционирование, чтобы вот это вот прошлое не мешало тебе? Мне сложно было от этого уходить, не по своим ощущениям, а люди меня воспринимали. Желание, желание это самый сильный двигатель прогресса, потому что вот если ты этого не хочешь, у тебя это не получится. А позиционирование, ну, я просто лангивый человек. Я там то умею, все, тут начала чем-то, чему-то обучаться, и попеть попробовала там, да, и вот трек, помню, мой Лил Бич с Моторолой даже разлетелся в ТикТоке, и это попробовала, и там попробовала, и в это шоу запихнулась, и в то, то есть, ну, методом тыка, проб и ошибок в итоге я сформировала вокруг себя именно своим характером, своей харизмой, ту аудиторию, которая вот, даже вот херню какую-нибудь, это чебуча, они будут меня любить. Слушай, а ты вот про визажиста сказала, я когда искала про тебя вообще, в принципе, информацию, хотела нарыть абсолютно все, да, и там написано, что ты работала, типа, визажистом, почему у тебя это, не знаю, как-то не прижилось, что ли? Мне надоело, я в какой-то момент просто устала красить людей, и была последняя капля, эта клиентка очень невыносимая, я в какой-то момент такая, все, я бросаю, я ресницы наращивала, я чем только не занималась, я себя искала вообще по-всякому, я даже хотела пойти учиться татуировки делать. Слушай, а вот по рекламе мы с тобой общались, ты говоришь, что у тебя скаканул прайс Х2, то есть, допустим, да, сколько у тебя стоит там реклама в Рилсе, или ты ее не берешь, может быть, у тебя есть какие-то принципы, потому что, ну вот я, например, все подряд не делаю, то есть мне хочется, чтобы и реклама, она отражала то, что мне нравится, и, допустим, если я чувствую, это я читаю, и кринж, да, то есть это не соответствует ни моим принципам, ни ценности, ну такая, ну нет, то есть я не возьму 100%. Ну, когда кринж, и есть шанс это исправить, я говорю, слушайте, вы доплачиваете, я вам переделываю это под свой лад, они обычно так происходят, мы сами переделаем, они переделывают, это либо норм, либо кринж, и я просто отказываюсь, но они в итоге все равно мне платят, и потом, что я делаю под свой лад. Обычно я очень люблю рекламировать торологов, я прям, я просто сама на торо тоже чики-чики, я очень люблю торологов, я очень люблю все, что связано с звездами, вот это вот, да, с всякими натальными картами, для меня прям в кайф их рекламировать, потому что это как бы, ну, определенная наука, это не, ну, не воздух, есть воздух, конечно, но моя команда менеджеров прям строго все проверяет, чтобы не было, да, вот этих, переходишь на сайт, а там с карты все деньги списываются, я очень люблю косметические бренды, я очень, неважно, там, волосы, тело, очень люблю одежду рекламировать, ну, и экспертов. Слушай, а как быстро после того, как ты стала блогером, у тебя появились заказы на рекламу, и сколько стоила твоя первая вот реклама, что ты почесла, блин, это реальные деньги, то есть это то, что ты подумала, я могу же, значит, здесь остаться, то есть чтобы у тебя не было, знаешь, порыва, может быть, уйти там в другую какую-то нишу, там, или вернуться, условно, на какую-то другую работу. Как-то изначально просто хотелось стать блогером, вот она смотрелась на вас на ютубе, да, и как бы хотелось такая, я буду такой же, ну, в итоге она стала блогером не горизонтальных, а вертикальных видео, такая. Какой был вопрос? Сколько стоила твоя первая реклама? Слушай, я продешевила, моя первая реклама на охватах 150 тысяч просмотров стоила всего лишь 30 тысяч. В инстаграме? В инстаграме. У тебя 150 тысяч охват был? Да, после пацанок, а там и все 200. Потом было. Я продешевила, но потом нас руководство телеканала взяло за уши, и... Сказали, типа, что, так мало берете? Ну, типа, вы что? Не, ну, типа, да. И они нас продвигали, вот крупные рекламные интеграции. Первый это был Кагоцел, это Дезидорант Драй Драй. Ну, я не могу озвучивать сумму, но, типа, ну, это было вкусно. Это вот первые прям крупные рекламные интеграции были. А сейчас у тебя реклама в Рилсе, допустим, сколько стоит? В зависимости от... ну, там много критерий. Ну, тема там... Тема, подача, что они там хотят, дописываю ли я это. Ну, от и до, допустим. Ну, представим, полный комплект услуг, ну, 50. А самая дорогая реклама в Рилсе? Продолжай. Рилсе... Ну, сейчас основной поток идет именно в сторис. В Рилсе берут обычно это, там, бренд одежды, вот. Но у меня сейчас больше ВКонтакте покупают, потому что там целевая прям такая. Ух! А оттуда у тебя сколько приходит рекламодатель, там, допустим, в месяц, да? Понятно, что в сторис, условно, там, ну, не знаю, там... В сторис месяц забит. Сутки через сутки. Это в этом месяце что-то вообще я в шутку пошутила. Ребят, прилетела из Дубай. Ты через день, сутки, через сутки, как бы... Сейчас что-то да. Ну, я так... Незаметно реклама прилетает. То есть я связываю с контентом. Я в шутку просто своим менеджерам сказала. Прилетела из Дубаев, как бы, да, из Дубаев, ребята. Обнищали. Сколько ты там потратила, кстати, денег? Ты говорила. Ну, значит, за 4 дня у меня больше 100 тысяч ушло. А что ты там делала на эти 100 тысяч? Я ела и ездила на такси. Ну, купила себе. И на что больше ушло денег на такси и на еду? И на то, и на то. Это самое дорогое в Дубае. И вот эти кроссовки. Ну, другие, но тапки-то что? Тапки 18 тысяч стоили всего лишь. А все остальное это такси. Такси, поесть. Ну, мы на троих сели, по блюду взяли, 17 тысяч рублей отдали. В Марьяна-Бич район. Ну, не хочется в Дубае ездить на метро. Ну, здесь я люблю метро. А в Дубае на метро, ну, еб твою мать, ну, я не для этого сюда приехала. Заказываем бизнес, едем за 10 тысяч рублей, блядь, 3 километра. Там вот так. Слушай, а цена за самую высокую, без названий, без каких-либо упоминаний, самая дорогая реклама у тебя, которая тебе удавалась, вот приходила, грубо говоря, тебе там на счет капала. И самая дешевая. То есть с чего ты начинала? Блин, это все из отохватов всегда, конечно, вот так скакала. Ну, не важно, на какой площадке. Самая дешевая, это был... Гонорар, назовем это так. Репост, 2,5 тысячи рублей. Репостик. А самая дорогая, ну, типа, вообще не важно, на какой площадке, просто вот что ты ощутила Мане там в руках. Ну, на тарчике. Это ты, ну, то есть много тебе пришлось работать для этого? Это приехала команда, меня сняли, мне просто надо было выложить. Слушай, мы поговорили про заработок там, про то, как справиться с хейтом, про то, как прийти вообще в блогинг, чем ты вдохновилась. То есть я думаю, что моя аудитория подчеркнула очень много полезного, потому что тема вот самооценки, любви к себе, да, то есть стремление как-то уйти с точки А и вот добраться в эту точку Б. И вот скажи, ты добралась до этой точки Б, вот, которую ты себе, возможно, представляла тогда, условно, находясь на каком-то эмоциональном дне, я не говорю там материальные какие-то, вот просто вот внутреннее какое-то, есть же вот дно. Ты сейчас поржёшь. Чё? Два года назад я очень странно думала, я такая, я буду как Валя Карнавал. Типа популярная или куда я не знаю? Популярная, популярная. Я такая, я буду как Валя Карнавал. И, короче, прошёл год, я не стала Валей Карнавал. Я, пиздец, расстроилась на самом деле. Ну и вот, когда я расстроилась, я поняла, что, блин, ну, у меня свой путь просто. А почему так произошло? То есть, во-первых, почему ты так подумала? Там же, наверное... Потому что у меня была детская аудитория, да, у меня был какой-то вот такой свой движ, и мне казалось, что вот Валя Карнавал, она любой ролик выложит, как пукнет там, да, или моргнёт, у неё в реках миллионы просмотров. Вот я тоже хотела быть Валей Карнавал. А потом я думала, что, ну, Карина Кросс взлетела к 30. А мне как бы тоже, да, там, не с горами. Я всегда себе, ну, последние там два года, ну, Карина Кросс к 30 выстрелила, и я, типа, успею. Всё равно меня потом всё это отпустило, когда начала, да, заниматься чем-то своим. Я думаю, ай, какая разница, во сколько ты там добьёшься чего-то, нужно ценить то, что ты уже сейчас имеешь. А что вот ты накопила за то время, пока вот ты приехала в Москву, там, снималась в шоу, теперь стала блогером? Ты про деньги? Накопила деньги? Накопила ли ты деньги? Может быть, ты накопила ещё что-то, какой-то опыт, может быть, ты накопила, не знаю, там, на машину, новые там, или ещё что-то, то есть абсолютно всё. Она любила тратить деньги. Ну, по поводу копить прям, если мы сейчас затронем тему финансов, я полностью обеспечила себе вот этот отдых, хотя до этого я очень много копила, всё равно деньги куда-то тратились, копила-копила, а сейчас я перестала копить. Я тебе, честно, я дошла до той точки. Ты до нуля всё тратишь? Ну, не, не до нуля, вот у меня есть, да, там, типа сумма, которая там, ну, за квартиру кота покормить, там, вот это всё. А так я легче стала относиться к деньгам, потому что... А сколько ты платишь за квартиру? У меня сейчас квартира 165. 165? 65. 65. 65, да, 165, да, 165. Ничего себе, это коту можно весь вкусный корм скупить. То есть, ну, я стала легче относиться к деньгам, потому что я поняла свою ценность, что я могу заработать, ну, абсолютно на всём звучит, конечно, как-то немножко абсурдно и даже инфантильно, но если захотеть, можно и в космос полететь. Раньше, конечно, страх был просто ужасный, что закончатся деньги, что я не смогу себя реализовать, что мне придётся вернуться в Калининград, к родителям. Я это проработала, я с психологом, с разными практиками, я это проработала в себе. То есть, сейчас я от себя вот реально отъебалась. То есть, если я чувствую, что мне нужен выходной, а ты сама знаешь, работа блогера, это просто... 24-7. Многозадачность. Есть фраза, которая нас с тобой характеризует, work-life balance. То есть, ну, нам между жизнью и работой нужен баланс, а мы постоянно в этом. То есть, я вот если чувствую, что мне нужно отдохнуть, я просто отдыхаю, я всем пишу, я никому сегодня не отвечаю пока, или вообще перестаю отвечать, и они такие, а, ну, понятно. Я сижу, слушаю классическую музыку, прожигаю свечную там энергию на отпущение себе всех грехов образно, вкусно готовлю, еще куча всяких женских вот этих приколюх. А сколько тебе нужно денег, вот, допустим, чтобы комфортно ощущать себя в Москве и поддерживать вот тот уровень жизни, который сейчас тебе покайфует? Ну, пока полмиллиона в месяц мне хватает, но я хочу больше. Полмиллиона для меня раньше было чем-то недосягаемым. Я начинала с заработка, я помню, у меня на карте 30 тысяч рублей, я радовалась. Потом 100 тысяч. Это где? Это после пацанок. После пацанок 30 тысяч рублей на карте, я радуюсь. Потом лимит немножко повышался, 100 тысяч, наверное, год. Вот я 100, зарабатывала стабильно, как блогер там, ну, трудилась в поте лица ужасно, но выхлоп был маленький. Из 100 это превратилось в 350 в 400. То есть вот так, пам. Прям быстро. А что на этом этапе происходило? Я занялась всеми площадками, я занялась Инстаграмом, я начала прям выкладывать рилсы, прям целенаправленно, я подключила ВКонтакте, и такая платформа, как вот, я с Рутубом начала еще сотрудничать. А вложения у тебя есть какие-то там, я не знаю, в производство контента, ты там технику, может быть, закупаешь там что-то, кому-то зарплату платишь, то есть на что-то, что, ну, грубо говоря, ты же не можешь, хотя ты делаешь все сама. Я почти делаю все сама, да, но я плачу команде, когда у нас общая работа. Все общие работы, да, я плачу, я все это выполняю, а так оборудование, я покупаю его сама, если мне нужно куда-то что-то поехать, я плачу вообще без проблем. То есть я, в принципе, когда фотографы сами, к примеру, приведем, хотят со мной сотрудничать, вот есть многие, на все бесплатно. Нет, я плачу студию, я плачу реквизит, то есть стилистка ездила на такси, выбирала мне одежду, я говорю, пришли чеки такси, я тебе все оплачу. То есть, ну, я понимаю, что с моей стороны, я для них как модель, то есть я предоставляю себя бесплатно, так как бы, это коммерческое, все съемки, в принципе, они коммерческие, они предоставляют свои услуги мне. То есть это бартер, все извне, ну, я беру ответственность на себя в основном. Ты вот сказала, что в Калининград ты возвращаться не хочешь, там и так далее, но тем не менее, когда я искала информацию вообще, в принципе, читала там, а что интересно у тебя еще произошло, может что-то, я же не знаю, что там было у тебя до того, как мы с тобой познакомились. И вот я нашла такую информацию в интернете, то ли это было твое интервью, то ли статья о тебе, что ты пошла на шоу, чтобы мама тобой гордилась. Да, да. Вот сейчас ты можешь с уверенностью сказать, что вот мама гордится? Да, мама мной гордится, шутка, что в семье не без урода больше не актуально. То есть, ну, мама, да, она перестала даже за меня тревожиться, и она говорит, я знаю, что у тебя все будет хорошо. Когда я искала о тебе информацию, вот одни из первых роликов, кстати, на ютубе, я так и загуглила, да, твое имя, мне попалось, где ты с психологом обсуждаешь тему насилия. Но меня, почему именно этот ролик зацепил, я вот его как раз посмотрела, и такая думаю, да, то есть я себя поставила на твое место, и на место твоей мамы, потому что вот у меня у самой дочка, ей 10 лет. Вот скажи, пожалуйста, мы вообще можем это обсуждать? Да, 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 вполне. Тебе было 12 лет, ты вот первый раз подверглась именно насилию? Ну, домогательство, я не помню, что там было, потому что у меня, прям, у меня на 8 лет этот момент просто выключился, я случайно потом вспомнила, закрылась, да, да, но вот я столкнулась с домогательством, да, вот в 12 лет. Вкратце для своих подписчиков расскажу, ты рассказывала о том, что ты этого человека знала, он пригласил тебя к себе домой, там, на чай, на что-то, тебе было 12 лет. А я реально шла на чай. Да, и вот как уберечь, допустим, девчонок от этого, то есть что бы ты им посоветовала, что бы они не попали в такую ситуацию, это раз, и во-вторых, что бы ты посоветовала мамам, таким вот, как я, что делать, в общем-то, если такое происходит, потому что, ну как вот проконтролировать, то ты же, да, затрагивала там тему уже по второму случаю, что, ну невозможно же просто вот закрыться от мира, и всё, то есть это нереально, ты всё равно взаимодействуешь с людьми, и ты не знаешь, от кого этого ожидать. Я дам совет, наверное, не сколько сейчас девчонкам, а в первую очередь родителям, потому что, ну, вообще азы идут от семьи. Если бы, я никого не обвиняю, но есть тот сухой факт, если бы больше времени со мной бы общались именно на такие темы, что там, ну понятно, да, от чужого не бери конфетку, ну ты скажешь, как бы, ну блин, о сексуальных темах, к примеру, там, дочка, если тебя мальчик зовёт к себе, а ты, ну, не соглашайся, не нужно, ну, понятно, да, когда у тебя возраст что-то сознательный, ну, по сути, ну, это твое право выбора, но когда ты несовершеннолетний ребёнок, я считаю, вообще, очень важно поднимать эти темы, что вот нельзя, чтобы мужчины тебя трогали там, без разрешения, чтобы тебя куда-то звали незнакомые мужчины, ты там, даже если он притворился твоим соседом, дядей там, и так далее, то есть, ну, это всё нужно обсуждать, потому что со мной как-то, не то чтобы поверхностно, у чужого брать нельзя, я, ну, да, поняла, ну, и как-то вот решили, что я поняла, но там ещё такая ситуация, мы же всем двором гуляли с этим мальчиком, то есть, я думала, что, типа, ну, ёлк, братан, местный, реально чай попьём, а оказалось, вот, и вы потом жили в этом дворе, то есть, во дворе жили, но я его больше, очень редко видела, то есть, прям избегал меня, и, а потом я не помню, честно, потом не помню, потому что сознание прям выключило, да, ты маме долгое время не рассказывала, когда, то есть, ты рассказала? Я рассказала, когда вспомнила, это было относительно недавно, мне, по-моему, 22, и я иду мимо вот этого дома, и это, знаешь, такое странное было ощущение, я смотрю на эти окна, и меня прям, я прям, ты как в кино, блядь, вот так кадры идут, и то, опять же, я не помню, что было после момента, да, снятия вот его штанов, и, когда он потянул руку, у меня вот, как в фильме вспомнить всё, так, раз, 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 я смачусь мурашками покрываюсь, просто, и я в этот момент шла со своим, ну, уже бывшим там, молодым человеком, я говорю, слушай, ни хера себе я вспомнила, он вообще вот с такими глазами, типа, и ты ему рассказала? Да, я ему рассказала, ну, типа, что такое было, он такой, жесть, а где он сейчас, я говорю, я не знаю, где он, но, вот так, детское сознание всё выключило, а потом в 19 лет с тобой произошла ещё одна ситуация? Да, тоже очень неприятная, но тут, тут, в принципе, мы с мамой уже общались на многие темы, мы уже о многом разговаривали, и я сознательный достаточно человек, тут уже момент, девочки, носите с собой газовые баллончики, вот реально. Вкратце, ситуация, чтобы люди понимали контекст вообще данного разговора, в 19 лет Наташа со своим знакомым, то есть ты этого человека знала? Да, и не одну неделю. Да, то есть общались, ты села с ним в машину, покататься, покататься, да, причём я была тоже на своей машине, мы припарковались, сели в его тачку, ну, поехали там в Макдональдс, кофе попьём, ещё что-то, мы поехали, и он такой, я сейчас знакомой своей завезу ключи, ну, я думаю, ну, ну, нормальная ситуация, но завезёт ключи, а он завозит в гаражи меня, закрывает машину, а я всё-таки тогда уже начала учиться на УРФА, как бы интересоваться, да, психологией преступника, и я понимаю, что вот если я сейчас начну, анализ безумно быстрый бы в голове, я никогда бы не подумала, что я могу такой сильный поток мыслей в одну секунду, мне казалось, что шла вечность в моей голове, но это были просто раз, два, три, я думаю, вот я сейчас начну сопротивляться, есть у него нож, гаражи, никто не знает, кроме меня и его, что мы поехали, камер тогда по городу не было, безопасный город, это вообще какая-то отдельная тема была, он меня убьёт, выкинет, я не смогу вызвать помощь, сеть здесь не ловит, то есть я и позвонить не могу, ну и конечное, это когда он оголяется, и я вижу, что там чудовище, блядь, огромное просто, и чисто по-женски, меня могут порвать, я могу умереть от кровотечения внутреннего, и я поняла, что мне просто надо, ну я плакала, его это возбуждало ещё больше, но я плакала и пыталась себя успокоить, чтобы вот просто мне вреда не нанесли, а потом меня просто высадили, типа, ещё повторим, и ты потом его видела после этого? Нет, я больше никогда его не видела, а ты сказала, что это человек существует или нет? А это вообще не существовал, это вот так казалось, потому что потом я своим знакомым ребятам, к операм обратилась, ну потому что меня это прям, ну это ужасное состояние, я даже не представляю, они искали машину не на него, вообще на другого, какого-то деда где-то за городом, и этого человека просто не существует, и полиции, ничего никто не смог это сделать? Они не пытались, вообще ничего. Даже они не пытались? Ты пошла, написала заявление в итоге? Так, я уже практику проходила в убойном отделе, в принципе, там уже мои ребята, друзья уже подключились искать его, вообще, ну, вымышленные имя, я не знаю, не имя машины, нахер по имени кого, как ты найдёшь? А как так произошло, то есть, просто я знаю, что в обществе, да, и я даже недавно об этом у себя в инстаграм писала, пост, что наше общество привыкло во всём обвинять женщин, не так себя вела, не так была одета, не так это, то есть, ты знала человека, и здесь больше скажу, я была одета вообще по-домашнему, чаще всего, как показывает, да, статистика, жертвы насилия, это не женщины в коротких юбках, и это вообще не является никаким показателем, то есть, насильники действуют по своему какому-то образу и сумасшедшему подобию в голове, общество, да, обвиняет, потому что, ну, для меня это такая тема, то есть, я готова рвать и метать просто людей, кто так считает, потому что, это выбор насильника, взять тебя силой или не брать, то есть, это может быть не ты сегодня, а завтра это будет кто-то другой, то есть, таких людей не просто надо городить от общества, но я, конечно, за супер меры, как, например, в Арабских Эмиратах, да, что с такими людьми делают, женщина никогда не виновата в том, что там какая бы у нее ни была юбка, помада, не знаю, она громко смеялась, почему? Вот общество только обвиняет, вот это хороший вопрос, от того, что они глупы, слабы, или потому что этим обвинением они прикрывают, в основном это мужчины обвиняют, или потому что они этим обвинением скрывают свои сексуальные фантазии, желания о насилии, тут риторический вопрос. как вот после этого твоя психика, самоощущение, самооценка, насколько сильно, скажем так, ты старалась это событие забыть, вот как первое, допустим, да, событие, то есть, как вообще сработала в этот раз твоя психика, чем вот 12 лет? Ну, в этот раз не было, не было, да, выключения, я просто должна, я понимала, что я должна это пережить, потому что, ну, а что делать? Ну, ничего уже не поделаешь, его не найти, то есть, самое главное, так, самое интересное, что он через несколько лет мне еще в итоге написал потом с фейковой страницы, А как ты поняла, что это он? А он дал понять, что это он, такой, привет, ты помнишь, типа, вот, ну, и моменты, которые знали только я и он. И типа он что-то хотел? Да, да, встретиться еще раз, я соскучился, вот тут я вообще выпала. А ты не смогла как-то отследить его там, я не знаю? Так, ну, вот, ну, какой это был там год, сейчас 23, ну, наверное, 19-й, там, 20-й, да, мы же не в Штатах где-то, как в фильмах показывают, вот сейчас я вычислил его там по IP. Смешно. С фейковой страницы написали, все, не, больше не написала. Слушай, вот это вот очень интересное именно мышление, как они думают во время... Вообще, изучение психологии преступника, это очень интересная наука, ее, мне кажется, никогда до конца не изучить, но я вот периодически в нее окунаюсь, по старой памяти, прям интересно, начиная от YouTube, в YouTube там разные, там расследование просто обожаю, заканчивая, я прям открываю судебную практику, мне интересно почитать, что к чему. Вот, раньше, конечно, когда училась, был доступ еще и к архивам разным таким интересным, но это клево. Ну, да, это очень интересно. Слушай, Наташа, спасибо тебе большое за интервью. Вот последние, мне кажется, минуты, они были очень ценные для всех абсолютно, женщин, девушек, девочек, потому что это очень важная тема, на самом деле, о которой, к сожалению, многие умалчивают, либо просто предпочитают не замечать каких-то проблем. Многие боятся осуждения, к сожалению, это касается не только, да, центральных городов, но тут, казалось бы, живешь в прогрессивном городе, да, таком, как Москва, а многие девочки боятся заявить о том, что их домогались, или, там, что самое худшее, изнасиловали, а что уж говорить о периферии, да, когда там женщина вообще, в принципе, с правами не существует, да, казалось бы, ну, что ты сравниваешь, как ты смеешь так говорить, если ты там, типа, не живешь, но мне хватает тех трэш-передач, которые выпускают, да, там, на наших местных телеканалах, ведь это же настоящие люди туда приходят, с такими взглядами на жизнь, и, ну, там никто не будет нанимать актеров, вот, ну, это слишком большой бюджет, все такие шоу снимаются на реальных людях, бесплатных, которые еще, вот, он считает, что женщина на кухне, а если люблю, то еще и пиздануть ее могу, то есть, ну, и ты понимаешь, что половина, в принципе, населения не только в России, вообще везде, это вот очень в узком мозговом таком кругу люди. Для меня это очень близко, потому что я сама выросла в восточной стране, где как раз-таки женщина до какого-то определенного времени не имела прав, и, например, даже в моем детстве, когда я была подростком, уже начинала носить там короткие юбки, шортики, просто по улице спокойно я пройти не могла, на меня обязательно там, я не знаю, цикли, ну, знаешь, вот такие вот какие-то, не знаю, жесты, манеры, и даже могли кидать камнями, то есть, как бы спокойно по улице, одна в короткой юбке, особенно если это был вечер, я пройти не могла, то есть мы, допустим, с сестрой всегда шли, у нас камень там в руке, ну, это ужасно, если смотреть, да, на статистического там россиянина, ну, вот, откроем мои комментарии ВКонтакте, элементарно, ногти длинные, шлюха, не накрашена, не накрашенная шлюха, вообще выглядишь, как алкашка, накрашена, и мужчины в основном пишут комментарии, клянусь, в основном пишут комментарии мужчины, ну, как подобие, я их называю оно, не по-гендерному, да, а просто оно, накрашена, накрашенная шлюха, фу, вообще, штукатурки на тебе много, не дай бог там показываешь, что путешествуешь, шлюха, которая имеет деньги, или богатого любовника, да, просишь деньги, образно, да, там, ну, не знаю, ну, вот, есть же блогеры, которые там собирают на что-то, ой, шлюха, которая собирает деньги, то есть везде, вот, самые отвратительные комментарии ВКонтакте, мне пишут мужчины, что я мразь, что меня последнее зацепило, а, свиная жироебина, это, представляешь, такое придумать, блядь, я вообще в душе не представляю, чтобы я такая сидела, и думаю, назову кого-нибудь свиной жироебиной, what the fuck, типа, ну, ну, это бред, и это, к сожалению, мужчины, агрессивные, вот такие вот, ну, женщин тоже хватает, тут не без греха, не буду, как бы, да, говорить о всех, но самое главное, распознать, да, таких индивидуумов, и бежать от них, потому что с ними, ну, каши не сваришь, ни семьи, ни дружбы, с такими даже дружить опасно, если ты понимаешь, что ты разумный человек, тебе опасно дружить с человеком, который живет, блядь, в коконе в каком-то, считает, что место женщины только на кухне, там, не знаю, ты не имеешь права что-то говорить, гулять с подружками, и вообще у тебя нет своего мнения, а, и мое любимое, тебе от меня нужны только деньги, да ты, еб твою мать, себя видел, какие деньги, у тебя вообще никогда-нибудь были, это так всегда меня поражает, так что надо просто вот, родителям, в первую очередь, разговаривать, особенно мы, мы сейчас достаточно прогрессивные родители, мы то поколение, которое, это вот не наши родители, которые многого не знали, не понимали, намного закрывали глаза, мы, в принципе, спокойно, я думаю, можем абсолютно обо всем общаться, начиная от тем, что ловим уж кудишки, и у своих детей будет же их курить, потому что, слышь, а что ты мне аж куда не купила, то есть, ну, заканчивая какими-то супер щепетильными темами, ну, Продолжение следует...